Привет, ребята! Сегодня поговорим об основном параметре набора – о трекинге и кёрнинге. Трекинг – это расстояние между буквами по-другому межзнаковый интервал. Это свойство самой гарнитуры. Гарнитуры изначально могут иметь разные межбуквенные расстояния. В большинстве случаев трекинг рекомендуется оставлять стандартным. Обратите внимание на слайд. В качестве примера приведены шрифты с разным межбуквенным интервалом. Но как же плохо, некомфортно читать слова с большим трекингом. Такие шрифты, безусловно, не нужно выбирать. Но есть особый случай, когда межбуквенное расстояние стоит увеличить – это набор заглавными буквами или капиталью. Уже говорила и не раз, что лучше избегать набора, особенно длинных текстов, заглавными буквами. Это связано, опять же, с ухудшением читаемости. Все слова, набранные капиталью, имеют одинаковую прямоугольную форму. Они монолитные. Слова же, набранные строчными, имеют разную форму за счет верхних и нижних выносных элементов. Поэтому силуэт каждого слова уникален. Если это не длинный текст, а, например, заголовок, то вполне можно набрать заглавными буквами, но с одной оговоркой. При наборе капиталью рекомендуется разрядить стандартное межзнаковое расстояние, разуплотнить слово. Кернинг – специфический случай. Проведем эксперимент и поместим каждую букву слова бумага в прямоугольник и расставим эти прямоугольники равномерно. Получится так, что между какими-то знаками расстояние будет казаться больше, между какими-то меньше. Если говорить про кириллицу, то это пары ГА, РА, КО, ГО и т.д., где расстояние нужно корректировать, чтобы компенсировать визуальную неравномерность. Визуальное выравнивание межбукиных просветов в этих парах и называется кернингом. Кернинг – это параметр шрифта, по которому оцениваем, хорош или плох данный шрифт. В хорошем шрифте хороший кернинг. Каждое набранное слово выглядит равномерно. Если шрифт плохой, внутри слова образуются дыры. Напоследок показываю, как заменять трекинг и кернинг в иллюстраторе и корреле. Ребята, открыла обе программы. Начнем с коррела. Версия у меня 2019 года. Слово «радуга», в котором есть пара букв, как раз которые нуждаются в кернинге. Это РА. Р хочется сдвинуть к букве А и А. Хочется сдвинуть к букве Г. Итак, нужно взять инструмент текст и двойным щелчком выбрать слово. Дальше на панели атрибутов вызвать меню вот такая буква А с шестеренкой. Ctrl-T вызывается. Палитра текст. И вот значок, как раз обозначающий то, что нам нужно. Мы можем видеть это трекинг. То есть меняется расстояние между каждой парой букв. Но если мы выберем пары отдельно, давайте, кстати, вернемся к трекингу немножечко меньше. Например, поставим 40. Чтобы работать парами букв, мы выбираем две буквы и можем их двигать и зрительно ставить как надо. РА то же самое. Смотрите, насколько нужно двигать, чтобы буквы казались равномерными. И не забывайте о том, что в корле еще есть такая штука. Взяли слово, берем инструмент форма. Это вторая стрелка. И вот так мы можем, схватясь за эти маркеры, двигать буквы, чтобы они тоже казались. Сейчас я, конечно, сильно подвинула. Пользуйтесь этим. И давайте посмотрим в иллюстраторе. Аналогично, естественно. Слово это же. Нужно найти палитру текст. Она находится окно. Если ее нет в правой части экрана. Текст. И вызовем сразу вкладку символ. Как раз значки подсказывают нам. Вот это трекинг. Это кернинг. Итак, слово выбрано. И поехали. Выбирайте любое заданное число. Либо устанавливайте сами. И если мы по аналогии выберем пары букв. Вот здесь, например, ГА тоже нужно сдвинуть. Оптически наберем. Видите, тоже программа нас понимает и ставит сама зрительно, как это будет лучше восприниматься. Друзья мои, выбирайте хорошие шрифты. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВКонтакте и Инстаграм. Ссылки под видео. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока.